Всем привет! Есть пара новостей для тех, кто не сидит у меня на странице ВКонтакте и не знает, что там происходит. Вначале скажу кратко, а потом уже, кто захочет послушать в подробностях, послушает дальше. Итак, новость 1. Я открыл свой лайв-канал, ссылка на него в описании к видео и в аннотации. Новость 2. 13 августа этого года я сваливаю в отпуск, побываю много где, ну а для вас главное, наверное, то, что я заеду в Припять. Да, в Припять, да, в неё, в неё, в неё. Ну а теперь в подробностях. Итак, 12 августа в 20 часов вечера я заканчиваю работу, дневную смену и благополучно сваливаю в отпуск. Еду на машине, дикарём, палатки, спальники, наши всё. Где-то будут меня ждать в списке, где-то не будут ждать в списке, тогда будет та самая палатка. Слава представляю вообще, как я в этих условиях буду монтажом заниматься, ну не суть, там разберёмся как-нибудь. На всё про всё у меня будет 3 недели, ещё неделю из своего месячного отпуска мне нужно будет посвидеть Порхову, чтобы, ну там, тёща помочь, трава протаскать. Как же без этого-то на отдыхе? Я сейчас активно очень готовлюсь к этой поездке, готовлю машину к ней. Нужно вообще предусмотреть очень много мелочей, нюансов, потому что поездка по расстоянию будет порядка 6000 километров. Сами понимаете, не дай бог что-нибудь случится. Припять отдельной строкой, потому что, в принципе, я, конечно, хотел давно туда заехать, но и по комментариям, ну зафакали, ну ей-богу, зафакали. Насчёт Припяти, это будет официальная экскурсия, то есть, ну, вы, наверное, знаете, что туда организовываются поездки. Вот я одну из таких поездок и захвачу, посмотрю, что нам показывают легально. Ну, а там уже дальше видно будет, что как. Вкратце, маршрут моей поездки примерно такой. Всё, конечно, может меняться, потому что, ну, мало ли какие обстоятельства, поэтому что-то где-то может отняться, что-то где-то прибавится. Итак, Питер, Киев с заездом в Припять, потом я уезжаю в Западную Украину, там Львов, Ивано-Франковск. Оттуда через Молдавию и, ну, соответственно, Кишинёв и посещение каких-то мест в самой Молдавии я хочу уехать в Одессу. Из Одессы через Херсон-Николаев я еду уже в Крым. Крым, ну, в принципе, всё южное побережье, то есть Севастополь, Ялта, Алушта, с заездом во всякие там бункера холодной войны там и так далее. Ну, и плюс, естественно, позагорать. Несколько дней ничего не делать, ни видео, ни выходить в контакт, тупо загорать. Вот я бы отосплюсь и позагораю на солнышке, давно этого хотел. Обратно я еду через Донецкую область, потом уезжаю в сторону Полтавы и как-то через Смоленщину, Брянщину я возвращаюсь обратно на Псковщину. В Псковщине застреваю на неделю в Порхове и потом уже домой. Как-то так. Для такой поездки три недели это, конечно, очень маленькое время, поэтому заехать абсолютно во все города, посмотреть абсолютно все места, естественно, нереально. Я туда еду с женой, это если сразу я предупреждаю, потому что вы мне сейчас будете советовать, чтобы я там, блин, из кожи вон полз, я облазил всё вокруг, но тем не менее у меня будет Настя, и она, конечно, я думаю, не очень счастлива будет, стирая ноги по колено. Ну и надеюсь, вы мне не будете предлагать сделать крюк там в 100-500 километров, чтобы посмотреть какой-нибудь заброшенный пионерлагерь. По пути хочу замутить пару сходок, ну одну точно в Севастополе, где ещё буду, ну не знаю, может в Киеве, не уверен. Всё, вся информация будет уже уточняться в пути, по мере возможности появления интернета, там мобильного и так далее, я буду выкладывать посты ВКонтакте, так что следите, смотрите. Точного я не могу сказать даты пребывания по городам, всё колеблется плюс-минус там несколько дней. Как оно пойдёт? Может мне где-то понравится, я там подзастряну немножко. Так что давайте, все дуйте ко мне на страницу ВКонтакте, там вся информация необходимая и актуальная она будет. Да, для слоупоков, эта страница моя контактовская в описании к видео. Ну и как вы понимаете, во время поездки, во время всего этого путешествия, ну и не только во время него и во время всей моей жизни, бывает масса всего интересного, но не относящегося к тематике канала. Я по возможности буду снимать об этом. Вот именно ради этого я и открыл свой лайв-канал. Как минимум, чтобы свою каждую полоску на трубу или там линию электропередач, вот как я сейчас там, да, тусуюсь, не выкладывать на основной канал. На этом канале, на Урбан Туризме, останутся только, ну, такие крупные сталки, МШО, и, ну, ещё одному товарищу я обещал 4 вотсплея в майн запилить, ну и, пожалуй, запилю сюда, и на этом здесь вотсплеи прекратим. А на лайве будет всё, посещение всяких выставок, музеев, там, всякие приколюхи с ГУПРО, лайвы просто там, я не знаю, ни о чём, ну, в общем, что хочу, то туда и выкладываю, но постараюсь всё-таки, чтобы это было более-менее так увлекательно. Ну всё, ребята, ссылка на канал в описании к видео, в аннотации, так что заходите, подписывайтесь, буду рад всех вас там видеть. Так что всем няшности и пока-пока, я, пожалуй, полез вниз, а то солнышко уже заходит. Так, а на сколько это на лэп у нас? Там сколько, 5 изоляторов? Ну, обычно она 110 кВ по 8 изоляторов вешает, а это значит 35 кВ, 35 кВ.